Продолжение следует... С тем, чтобы можно было выделять значимую информацию матрицы. И гарантировать при этом ошибку приближения. Это все нам позволяет делать замечательное сингулярное разложение матриц. Вот. Но в самых разных прикладных задачах матрицы возникают трехмерные, четырехмерные и так далее. Демерные матрицы. Ну, что это означает? Это означает, что есть такая демерная таблица, составленная из значений. Мы можем писать вот так, например. Есть некая функция А от Д индексов. Вот. И ее значения собираются в демерную таблицу. Ну, чтобы показать размер матрицы, вот мы давайте сделаем таким образом. Это будет означать, что индекс И1 изменяется от единицы до Н1. Второй индекс от единицы до Н2 и так далее. Значит, матрица, демерная матрица вот такого размера. Вот. Ну, конечно, такие матрицы можно на числа умножать, складывать. Возникает при этом линейное пространство демерных матриц. Есть еще одно слово. Оно уже произносилось. Такие матрицы часто для краткости называют просто тензорами. Вот можно, в принципе, ассоциировать, если вы знакомы с понятием тензора, то, конечно, какие-то ассоциации будут возникать, и вопросы будут возникать. А где при этом вот те свойства тех тензоров, которые изучаются в математике, в физике применяются? Для нас с вами это сейчас не очень интересно. Для нас тензор просто демерная матрица, демерная таблица. Вот. Значит, вот вопрос такой, как, есть ли аналог сингулярного разложения для демерных таблиц, для демерных матриц или для демерных тензоров, обычно говорят тензор порядка d. То есть, вот, есть ли приближение, да? Значит, вопрос, есть ли приближение, есть ли возможность строить приближение со свойствами, аналогичными тем свойствам, которые дает сингулярное разложение матрицы? Вот как такой вопрос можно было бы решить? Одна идея совершенно приходит в голову мгновенно. Значит, вот какая. Значит, мы можем произвольным образом перебрать элементы вот этого демерного тензора и составить из них один длинный вектор. Очевидно, что можно, да? Ну, надо это, конечно, делать таким образом. Надо фиксировать отображение, которое этот перепор будет определять, и для любого тензора использовать одно и то же отображение. Ну, естественно, тогда мы вместо сложения тензоров будем складывать векторы, и вектор умножать на число. Можно эту идею развить. А почему бы нам вот эти элементы не собрать в какую-нибудь матрицу? В какую-нибудь матрицу. Ну, возможностей много. Возможностей много. Скажем, вот можно получить матрицу, скажем, вот такого размера. Очевидно, что это... Причем многими способами. Многими способами. Можно получить матрицу, скажем, вот такого размера. И масса других возможностей. Близость двух тензоров. Близость двух тензоров. Ну, давайте определять вот таким вот образом. Введем норму. И норму введем довольно естественно, как корень квадратный. И сумма квадратов всех... Всех элементов. Ну, давайте считать, что все наши элементы вещественные для простоты. Значит, если нас интересуют комплексные числа, обобщение довольно просто строится. А мы... Давайте считать, что все вещественные. Значит, вот суммировать надо по всем индексам. Каждый индекс... Ну, вот диапазоны для каждого индекса. Довольно легко проверяется, что это есть действительно норма. Все свойства нормы выполнены. Мы получаем нормированные пространства тензоров. Если нас интересует приближение к тензору, то вот если b приближение, то вот b минус a, это есть погрешность. Значит, если b есть приближение к, тогда вот это есть погрешность приближения. Или точность. Так. Ну, значит, смотрите, что дальше можно заметить. А вот давайте элементы матрица расположим каким-нибудь образом в виде... Не матрица, элементы тензора. Расположим каким-нибудь образом в виде матрицы. Каких-нибудь размеров. И для этой матрицы посчитаем Фрабениусову норму. Помните, да? Норму Фрабениуса. Очевидно, что это будет ровно такое же число. Правда же? То, что все равно сумма квадратов всех элементов и потом извлекается квадратный корень. Это означает, что для любой матрицы, ассоциированной с одним и тем же тензором, норма Фрабениуса будет совпадать с нормой этого тензора. Ну, если хотите, можем и норму тензора называть нормой Фрабениусовой. Для определенности. Значит, вот, пусть нас интересует вот такой способ измерения погрешности. А тогда смотрите-ка. А для матрицы у нас есть сингулярное разложение. Так? Значит, вот для матрицы, ассоциированной с данным тензором, строим сингулярное разложение, смотрим, какие там старшие сингулярные числа, оставляем часть, и у нас есть и оценка погрешностью приближения, и то, что можно считать главной частью. Конечно, метод. Но только метод, не вызывающий удовлетворения, потому что вот эта структура исходной домерной таблицы здесь в этом методе вроде как теряется. Хотелось бы, чтобы эта структура присутствовала. Что же делать? Вот здесь есть... Довольно давно возникла идея рассматривать некоторые специальные разложения тензоров. Мы с вами и рассматривали уже некоторые разложения на прошлой лекции. Вот одно из них, ровно то, о чём в самом конце лекции пошла речь, это разложение такера. Я напомню, что это такое. Значит, это запись вот в таком виде. Запись элементов исходного тензора вот в таком виде. Значит, здесь будет сумма по индексам, которых не было, для каких-то новых индексов. Для каждого альфа, для каждого индекса есть свой диапазон изменения. Будем считать, что альфа 1 меняется от единицы, до р1 и так далее, альфа d от единицы до rd. Что суммируется? Вот некие величины, некая функция от и1 и альфа 1, функция от иD альфа d. Значит, здесь перемножается значение этих функций и некая функция, которую принято g обозначать, функция от альфа 1, альфа 2 и так далее, альфа d. Значит, вот такое разложение будем называть разложением такера. Разложение определяется ну, мы так можем сказать, функциями у1, уD и функция g. Вот со значениями функции у1 можно, конечно, связать матрицу. У большое с индексом 1 вот такую матрицу. значит, какой размер этой матрицы мы можем в точности сказать. n1 на r1. Так, ну, аналогично для функции у2 значение можно тоже расположить в виде матрицы. и в общем случае для функции ui вот всего лишь я единичку заменю на i. а i меняется от единицы до d. Значит, вот здесь есть такие матрицы. И есть еще новый демерный тензор g с элементами вот этими же альфа. и размер этого тензора r1 на r2 и так далее на rd. Ну, конечно же, вот некое трудность здесь есть в том, что много индексов, много разных объектов. Хотелось бы, конечно, как-то вот это разложение обозначить, записывать как-то кратко. Ну, в принципе, мы можем договориться с тем, что вот писать так, а есть матрица u1 на матрицу u2. Вот здесь должно быть d-матрица, а здесь должен быть еще один демерный тензор g. Можем договориться, что вот эта запись в точности означает то, что было написано с самого начала и названо разложением такера. Что это разложение такера? Конечно, можно себе думать, что действительно тензор g слева умножается на последовательность матриц. Вот мы можем условиться, что здесь вот матрица и t, это как раз матрица соответствующая функции уитая. Мы, по-моему, смогли понять еще на прошлой лекции, что разложение такера тривиальное, по крайней мере, выписывается сходу. Ну, давайте я повторю. Вот что можно написать? Можно написать вот так есть сумма. А здесь я возьму дельта функции. Вот такие. и на g от альфа 1 альфа d. Ну, в самом деле, вот эта формула будет соответствовать вот такой формуле. Единичная матрица здесь приходит возникать и на g, да? Ну, а в качестве g вот здесь g просто совпадает са. можно написать. И это есть разложение такера, согласно нашему определению. Значит, мы, по крайней мере, можем радоваться тому, что разложение такера всегда существует. Но это неинтересное разложение ничем. А что мы готовы были бы считать интересным разложением? Я стираю. А интересным, наверное, можно считать разложение, в котором вот эти числа r1 и так далее rd меньше, чем соответствующие размеры для исходных индексов. Вот эти числа r1 и rd часто называют рангами разложения такера. То есть, ранги зависят не только от, и не столько даже от тензора самого, сколько от конкретного разложения. Ранги разложения такера. Или ранги такера. Нет, ранги такера неправильно, именно разложение. Это слово опускать нельзя. Разложение. разложений может быть много. Может быть много. Так вот, интересно, наверное, надо считать такие разложения, в которых r и t меньше n и 2. А еще лучше, если много меньше. А еще лучше, если много меньше, тогда, ну вот, можно посчитать, сколько здесь, ну, давайте для простоты, скажем, пусть все n и то это одно и то же n, да, число, тогда у нас n в степени d элементов тензора. а в правой части, а в правой части, ну, n на d, это число элементов, не n на d, n на r, если все r и t равно r, то n на r это для каждой матрицы, а матрица всего d. Значит, вот столько элементов в матрицах, в матрицах, которые присутствуют в разложении такера. И еще надо посчитать элементы вот этого n за r, Ну, а их, очевидно, r в степени d. Вот столько элементов в разложении такера. Или, так лучше сказать, в компонентах, факторах разложения такера. И, конечно, можно ожидать, что вот это число может оказаться много меньше, чем n в степени d. И в таких случаях у нас возникает сжатие информации исходной. И это может быть интересно. Это может быть интересно. А уж эту идею можно развить. Давайте введем понятие минимального разложения такера. Скажем так, минимальное разложение такера это такое разложение по определению, в котором ранги такера, ранги разложения наименьшие возможные для каждого и. Вот это было в конце прошлой лекции. И сразу возникло некоторое непонимание. А как это так? Почему это может быть не очевидным? А смотрите почему, в чем проблема. Вот вы можете взять все семейство разложений и взять такое разложение, для которого первый ранг R1 будет самый маленький. Дальше. А теперь посмотрим и возьмем такое разложение, для которого ранг R2 будет самый маленький. Но почему найдется одно и то же разложение, для которого и первый ранг, и второй будут наименьшими возможными? Вот это уже требует выяснения. А мы бы хотели его применение минимального разложения. Именно это говорится. Каждый из рангов R1, R2, Rd минимально возможный среди всех разложений Такера. И вот такое разложение мы называем минимальным. И первый вопрос, а почему существует минимальное разложение Такера? Я надеюсь, вы почувствуете, что он не является таким уж очевидным. А второй вопрос, а как его можно найти? Какой алгоритм для этого можно придумать? Вот. Ну, начнем вот с какого случая. Начнем вот с какого случая, вроде бы забыв про минимальность, о которой мы только что говорили. А давайте начнем рассматривать пока что произвольные разложения, в которых матрицы U1, U2, Ud квадратные. квадратные и невырожденные. Квадратные и невырожденные. Вот одно из таких разложений мы выписывали, я уже это стер, единичные матрицы взяли, G равно А, неинтересные разложения. Вот масса других разложений тоже может быть. вот такого типа, где матрицы U1, U2 и так далее квадратные и невырожденные. Вот если это так, если это так, то очень легко вывести следующее. Значит, все матрицы квадратные. и при этом мы вот пишем таким вот образом. Тогда отсюда мгновенно вытекает следующее. Возьмем матрицу обратную Q1 и так далее. Матрицу обратную и умножим на А. И получится G вот. Это что означает, что вот зная А, зная U1 и так далее и UD, мы можем найти G. Тут, конечно, вот на эту запись надо с осторожностью смотреть. Она означает выполнение формулы такого же вида. ничего другое. То есть это не означает, что матрица U1 минус первой умножается на матрицу U2 минус первой. Значит, этого здесь нет. Но можно было бы какие-то символы ввести, чтобы подчеркнуть это обстоятельство. Но я считаю, что мы договорились о том, как понимать эту запись по крайней мере в течение этой лекции. И не надо вкладывать в нее того смысла, которого в ней нет. Смысл очень ограниченный, совершенно конкретный. Это выкладки, это утверждение, да? Оно требует доказательства, но доказательства очевидны, и очевидно, значит, легко доказывается. и вот как задачку предлагаю проверить. Ну, надо выписать, для доказательства надо выписать вот суммы, некоторые суммы такого вида, и убедиться в том, что это правильно. Вот. Хорошо. 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 Значит, вот еще, еще, теперь еще некоторые, мы будем некоторые наблюдения делать. Вот давайте теперь с исходным тензором А свяжем некоторую последовательность матриц, ассоциированных с этим тензором, но это будут очень конкретные, конкретные матрицы. Д-матриц будет. Д-матриц. Вот одна матрица А1, ее элементы ну, наверное, вот так вот напишу вот так, а здесь И1, и мультииндекс склеенный из индексов И2 и так далее и Д. Значит, вот надо нам сказать, а как вот эти элементы определяются. Это должны быть элементы исходной матрицы. Определение совершенно естественные. Это И1 И2 и Д. Значит, по определению это есть просто значение вот этой функции вот в таком наборе индексов. матрица А1. Матрица АИ. АИ. Элементы-то такие. Здесь будет Ох, АИ плохо, да? И уже занято. ИК-то. Здесь будет индекс ИК, а здесь будут вот, смотрите, мультииндекс склеенный вот из каких индексов. Вот. И что это такое? Ну, вы догадываетесь. Значит, это есть в точности число значения функции А от такого набора индексов. Ну, в самом деле, это матрицы ассоциированные с исходным тенцем разные. Матрицы говорят, что один связан с первым направлением, а два со вторым направлением или измерением. Ну, если думать о координатных отстях, с первой отстях, со второй отстях, с третьей отстях. Слово еще используется, ну, вот здесь инженерный, конечно, характер, ощущается, мода. Первая мода тензора, вторая мода тензора и так далее. Д-мод. Д-изберение, Д-индексы, Д-направление. Значит, вот с каждой модой связана матрица. Матрица составлена из элементов того самого тензора, с которым мы делаем. Все элементы перебираются, и вот они образуют матрицу. Вот эти матрицы один. Значит, у нас есть последовательность вот этих матриц. Вот есть тензор А, и он порождает последовательность ассоциированных с ним матриц. При этом матрица Акатая имеет размер какой? Имеет размер Нкатая на здесь вот так вот произведение из которого изыбается Катой множитель. Да. Ну, кстати, любая из этих матриц полностью тензор определяет. Ну, теперь давайте представим себе, что для тензора А получено некоторое разложение Такера. Без любых предположений, просто вот такого вида представления. отсюда сразу кое-что вытекает относительно вот этих матриц 1 и 2 относительно модов давайте их назвать модовые матрицы. Можно что-то сказать про модовые матрицы. Вот. Ну, может быть, удобно, кстати, писать. Я вот здесь вот так вот написал, да? Ну, ладно. Так и продолжу. Вот. Акатая. Здесь икатая. А что, если я здесь напишу, веду индекс Жкатая, сказав по определению, что Жкатая это есть склейка дополнительных индексов для Акатова? Вот таких вот. Это вот определение. Тогда это вот есть элемент катой матрицы. Элемент катой модовой матрицы. Так. Ну, смотрим на правую часть разложения Такера. Так, это значит есть укатая. Ну, тут сумма, конечно, идет по всем. Ну, пока давайте. Укатая икатая альфа. икатая альфа катая. Но здесь суммирую. Давайте внешнюю сумму напишем сумму по альфа катая. А все остальные суммы можно писать после, правда же? Поскольку альфа катая уже не присутствует. Нет, присутствует альфа катая, но главное, что здесь только альфа катая. Один только есть фактор, зависящий только от альфа катого. По индексам и суммирования нет. Значит, здесь надо написать все остальные суммы по альфа один. Ну, вот опять же, давайте я напишу одну сумму, чтобы не было уж очень громоздко. Вот, но суммировать будем по всем индексам, кроме катого. Вот. пока индекс суммирования сделан внешним. Вот, а дальше все остальное. Все остальное. Начну один и один альфа один и так далее. здесь УК минус один на ИК минус один альфа К минус один. Дальше будет УК плюс один и так далее, и так далее на Ж альфа один альфа В. Ну, что мы видим? Так или иначе, вот, все, что здесь написано, есть функция, да? Какая функция? Я ее буквой В обозначу, ВК от альфа К и вот такого мультииндекса, который мы с вами ввели, ЖК Ну, здесь не присутствуют нигде индексы К К Поэтому, действительно, сумма зависит от ЖК склеящегося индексы кроме К К Здесь, да, альфа К по альфа К этому нет суммирования, поэтому результат, вообще говоря, зависит от альфа К По всем остальным индексам идет суммирование, значит, вот после того, как сумма будет найдена, это будет некое число, зависящее от альфа К и ЖК. Значит, у нас получилась интересная формула, давайте я ее напишу, матрица УК у нас уже введена, А вот из этих значений составим матрицу ВКТ. Соберем эти значения в матрицу ВКТ большую. И тогда оказывается, что матрица АКТ, КТ-Модовая матрица, есть произведение двух матриц. матрица УКТ в точности изразложения Такера умножить на матрицу ВКТ. При этом УКТ имеет какой размер? Н КТ на РКТ, а ВКТ имеет размер РКТ, ну, естественно, здесь умножение матриц самое классическое. РКТ на У нас нет обозначения, да? Ну, если я введу вот такое обозначение для произведения Ну, опять-таки, вот, все надо перемножить, кроме не включив катый ранг. дополнительный. Да, конечно, так для согласованности обозначений наверное надо было мне здесь не ЖИК написать и дополнительный. Ну, что сделано, то сделано. Для большей эстетики. значит, если у нас есть разложение Такера, то для каждой модовой матрицы есть матричное разложение вот такого вида, где у КАТа как раз матрица из разложения Такера, АВК некоторой матрицы. Некоторой матрицы. Некоторой матрицы. Вот что это разложение означает? Как называется линейная оболочка натянутой на столбце матрицы? Помните название? Ну, есть слово образ матрицы. Образ матрицы есть? Вот это образ матрицы. Линейная иногда говорят столбцовое пространство. Может быть это столбцовое пространство или образ матрицы. Значит столбцовое пространство матрицы АКАТа АКАТа мы смотрим на эту формулу, то понимаем, что каждый столбец матрицы АКАТа является линейной комбинацией столбцов матрицы АКАТа. Правда же? Правда же? Значит столбцовое пространство матрицы АКАТа содержится в столбцовом пространстве матрицы АКАТа. Правильно? Образ матрицы от слова имидж. образ матрицы АКАТа содержится в образе или в столбцовом пространстве матрицы АКАТа. А отсюда что следует? Отсюда следует сразу ранг матрицы АКАТа меньше или равен ранга матрицы АКАТа. УКАТа. А ранг матрицы АКАТа конечно же меньше или равен чем АКАТа. АКАТа это число столбцов и матрицы. Вы вы поняли что мы к вопросу о минимальном разложении Такера подобрались уже очень близко. Вот числа в этом неравенстве вот неравенство ранг матрицы АКАТа меньше или равен КАТа РАНГ разложения Такера Какое бы разложение Такера мы не написали но ранг но матрица АКАТа не зависит от разложения они определяются исходным тензором. Значит для КАТа РАНГ разложения Такера мы имеем оценку снизу КАТа модовый РАНГ не меньше чем РАНГ КАТа модовой матрицы. Значит если нам удастся написать разложение Такера в котором так ну это я могу и написать как утверждение да утверждение если существует разложение Такера такое что ранг КАТа модовой матрицы есть РКАТ КАТа для любого КАТа это разложение является минимальным Значит теперь чтобы доказать существование минимального разложения остается всего лишь предъявить разложение Такера в котором КАТа и модовый ранг в точности равен рангу КАТа и модовой матрицы Вот Ну что ж попробуем попробуем это сделать Попробуем это сделать Вот Но вернемся опять к разложению Такера в котором матрицы О1 и так далее УД и Ж оказались квадратные и невырожденные квадратные Так насчет насчет невырожденные может быть я это и зря говорю квадратные квадратные Тогда конечно же можно написать и вот так Можно взять КАТа матрица Она есть у КАТа на некоторые ВКАТа Правда Да УКАТа сейчас не вырожденные ВКАТа наверное вырожденные Но если Ну не то что вырожденные ВКАТа вообще говоря прямоугольные Потому что матрица ОКАТа вообще говоря прямоугольные конечно же А УКАТа квадратные УКАТа квадратные Значит Ну если Что можно сделать Что можно сделать Вот можно Если ранг матрицы АКАТа равен Ну вот некое число У нас там РКАТа уже заняты Это ранги А хотя нет Сейчас РКАТа не заняты Давайте сейчас просто считать что РКАТа Это Есть РАНГ Матрицы АКАТа Давайте так считать Давайте так считать Что я Думаю сделать Вот Давайте возьмем Вот такой процесс рассмотрим Вот возьмем любую Для каждого К Матрицу АКАТа построим и напишем вот такое разложение и напишем такое разложение в котором Матрица АКАТа не вырожденная В котором Матрица АКАТа не вырожденная Ну тогда РАНГ ВКАТа и конечно равен РКАТам Вот А после этого А после этого вот что сделаем Вот что сделаем Для Матрицы УКАТа найдем обратную Матрицу и отсюда будет вытекать что ВКАТа есть УКАТа в минус 1 на А на АКАТа конечно же на АКАТа Вот и построим и определим теперь Ж определим вот именно так и Ж определим именно вот таким вот образом на А то есть построим разложение Такера вот с такой матрицей Ж построим разложение Такера вот с такой матрицей Ж Тогда я утверждаю Тогда я утверждаю следующее То, что А равняется Вот Вот что представляется разложением Такера с матрицами У1УД и тензором Ж Ж называется обычно ядром Такера А У1УД модовыми матрицами разложения Такера Кваньба Чуть ли не очевидное утверждение Чуть ли не очевидное утверждение Ну вот Ну вот смотрите Если это верно то это верно Если это верно то и обратное Первоначальное разложение можно написать По той же причине Что нового по сравнению вот с этой чудесной с вот этим чудесным фактом мы сейчас заявляем Посмотрите повнимательнее Значит вот утверждение новое утверждение Для каждого К рассматриваем Катую модовую матрицу и записываем ее в виде произведения Невыраженные матрицы УКТ на какую-то матрицу ВКТ И вот эти УКТ с этими УКТ строим матрицу Ж вот такую Получаем вот такое то есть то есть есть определение матрицы Ж теперь А дальше я утверждаю что мы получаем при этом разложение Такера с вот этими самыми матрицами модовыми матрицами У1 УД Значит у нас появился метод получать У1 УД Но правда в случае когда эти матрицы квадратные Правда? Это случай который нас на самом-то деле не очень интересует Что можно сделать дальше? А дальше вот как Дальше вот как Давайте напишем вот какое разложение где Укатая составлена из некоторых столбцов матрицы Укатая не все столбцы то есть Укатая с домиком оказывается матрицей прямоугольной я ее размеры покажу вот важно что число столбцов Ркатая важно что число столбцов Ркатая но рассуждать надо на самом деле вот каким образом если ранг матрицы равен Ркатому то можно найти матрицы Укатая с домиком и Укатая с домиком так что матрица Ркатая будет произведением ну что надо сделать надо взять Ркатая линейно независимых столбцов ну а матрица Вкатая будет из коэффициентов линейных комбинаций с которыми надо брать эти столбцы чтобы получить столбцы исходной матрицы это уж просто вот первый курс линейной алгебры то есть мы то есть на самом деле сначала мы вот такое разложение выписываем дальше что мы делаем а дальше мы говорим так но столбцы любую линейную независимую систему столбцов можно достроить до базиса мы это делаем и получаем матрицу Укатая то есть на самом деле не У с домиком из Укатая а наоборот сначала Укатая с домиком а потом ее столбцы достраиваются до столбцов матрицы Укатая Укатая вот такой вид имеет Укатая с домиком и что-то еще ну и какие-то еще столбцы а этих столбцов ровно у Катая они линейно независимы вот дальше дальше вот как дальше мы рассмотрим матрицу обратную к матрицу Укатая ну если мы имеем квадратную матрицу с линейно независимым столбцами то она конечно не вырожденная верно нить не потеряли нет ну надеюсь что нет не вырожденная и вот в этой матрице давайте рассмотрим первые строки ну пусть это Z-катая что ли здесь что-то еще а здесь R-катая строк ну конечно строки линейно независимы все строки линейно независимы и первые R-каты из них тоже тоже вот ну значит значит что же значит вот мы можем ну заметим что Z-катая а вот я может быть здесь уже освобожу место Z-катая умножить на У-катая что получится а вот пожалуй я вас спрошу чтобы понять вы со мной или их уже нет ну вот это я укатаю рисую сейчас нарисую обратную к ней а ну все-таки ну нарисую домик чтобы было как бы приветствую все-таки здесь что-то значит здесь перемножается матрица и обратная к ней ну результат единичный должно быть да единичный ну я могу единичную матрицу склеить из единичной матрицы порядка K и порядок чего там ну в общем так что же только плохо ну ладно здесь как раз не K должно быть а R а здесь вот так ну повторю мой вопрос вот это произведение вот это произведение чему оно равно смелее а ну скажите громко то есть как каждый чувствует ответ но не хочет громко произносить вот это и будет правильно вот это вот единичной матрицей получится если мы первый RK строк возьмем здесь в обратной матрице здесь первый RK столбцов перемножим вот эта часть ну вот ну а теперь я предлагаю рецепт построения минимального разложения такера рецепт который дает и доказательство существования минимального разложения значит алгоритм алгоритм построения минимального разложения такера первая вот для каждой модовой матрицы строим вот такое разложение где указ волной имеет линейно независимые столбцы а столбцов этих ровно столько чему равен ранг матрицы Акаты это первый шаг первый шаг это чистая линейная алгебра или чистая чистая теория матрицы построены второй шаг найдем заткатые с домиком найдем заткатые с домиком а заткатые с домиком от этой матрицы требуется вот такое свойство рецепт как искать тоже сформулирован можно и так искать вот вы вложите укаты из домиков в невырожденную квадратную матрицу обратите ее и в этой обратной матрице возьмите первый аркатый строк это будет заткатый из домика значит это все делается делается ну и теперь есть все чтобы получать разложение такина а теперь вот эту самую же я напишу пусть будет же с домиком пусть будет же с домиком как получить же с домиком же с домиком вот так вот так д на а то есть давайте напишем разложение такера с модовыми матрицами z с домиком 1 и так далее z с домиком d и с ядром такера а и в результате это будет определением g с домиком все больше ничего делать не надо кроме 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 сказать следующее мы все нашли из тех объектов которые мы с помощью этого алгоритма получили можно сконструировать разложение такера исходного тензора а каким образом вот эти у с домиком у нас есть есть это и будут модовые и g у нас с домиком есть вот это будут вот написан алгоритм но написано одновременно не теорема теорема условия теоремы такое для исходного тензора рассматриваем модовые матрицы для каждого модовой матрицы находим разложение такого вида таким образом что число столбцов матрицы у с домиком равно рангу катой модовой матрицы сделали дальше для каждой матрицы у с домиком находим ну так можно сказать левую обратную для нее то есть такую матрицу в которой число строк равно РКТ и если мы эту матрицу Z с домиком на U с домиком умножим получится единичная матрица порядка РКТ рецепт тоже объяснен достаточно вот эту матрицу с домиком вложить в невырожденные матрицы обратить эту невырожденную матрицу и взять первые РКТ строк вот Z КТ определены после этого определяем тензор G с домиком таким образом но мы видим какие размеры тензора G с домиком размеры его в точности есть R1 и так далее Rd а вот теперь вот что утверждает теорема а теорема утверждает что тензор A вот такие имеет такое разложение такера если эта теорема доказана то очевидно что мы получили минимальное разложение поскольку модовые ранги такер этого разложения равны рангам модовых матриц исходного исходного тензора вот доказать ну нужно конечно доказательства значит как я предлагаю строить доказательства я думаю что может быть проще всего вот с каждой матрицей укатая с домиком сразу же и связать матрицу укатая мы это и делали в наших рассуждениях значит вот с каждой от укатая с домиком перейдем к квадратной невыроденной матрице укатая ну вот таким вот образом что здесь вот есть первые столбцы это как раз в точности есть укатая с домиком у вас вот здесь ну не знаю вы хотите для определенности пусть будет с волной это все остальные столбцы значит это квадратная невыродная матрица а дальше заметим вот что как акатая есть конечно же произведение указ домиком на в к домиком правильно но можем и так написать это есть укатая а здесь вот такую матрицу возьмем в к с домиком это будет первая ркатая строчка а все остальные остальные строчки нулевые ну очевидно что так поскольку здесь смотрите все столбцы которые входят в ус волной будут умножаться на нули правильно значит в результате действительно только первые столбцы которые входят в ус домиком будут умножаться на в с домиком и в результате получится матрица акатая правильно вот а после этого с помощью вот этих уже квадратных матриц укатая определим матрицу же ну определим вот так вот так вот определим вот и сразу же отсюда будет следовать как мы уже понимаем для случаев квадратных модовых матриц будет следовать вот такое разложение такера такера для исходного тензора а вот ну а дальше надо заметить что вот вот этот тензор же будет иметь очень специальное строение и вот это я приглашаю об этом подумать у вас ну чтобы что-то оставалось для самостоятельного размышления вот в этом тензоре же оказывается будет много нулей а не нули возможные будут собраны в подтензоре который в точности совпадает же с домиком точно то есть в тех позициях для тех значений наборов индексов которые соответствуют же с домиком вот там будут какие-то элементы а все остальные элементы в этом тензоре же равны нулю а после этого после этого надо уже такое не очень сложное дело заметить что мы можем можем отсюда уже получить равенство вот такое исключив те элементы которые заведомо умножаются на нули вот идея идея я приглашаю вас додумать эту идею довести ее до конца и вот будет теорема получена теорема разложения о минимальном разложении такера вместе с алгоритмом понятно как строить но но пока мы еще не имеем ответ на а как приближение строить да как строить приближение но уже есть мне кажется уже есть ощущение некоторое что можно делать для получения минимального разложения мы могли бы использовать любое вот такие разложения часто скелетными называют любое скелетное разложение матрицы но среди скелетных разложений есть и такое в котором столбцы матрицы у КТ ортогональны и более того даже образуют ортонормированную систему да а можно вообще что сделать давайте для матрицы К найдем сингулярное разложение и матрицу у КТ с домиком составим из левых сингулярных векторов они конечно образуют ортонормированную систему но остальная часть войдет в матрицу В с домиком и тогда у нас возникнет разложение такера весьма специального вида с матрицами У с домиком У1 и так далее УД с домиком которые имеют ортонормированные столбцы да вот еще кроме того полученные из сингулярных разложений ну прежде всего введем понятие ортогонального разложения такера ортогональное разложение такера это по определенной минимальное разложение в котором столбцы модовых матриц ортогонально даже лучше скажем ортонормированные то есть это часть столбцов каких-то унитарных матриц значит вот ортогональное разложение такера должен сказать что что в литературе иногда под разложением такера понимаются именно ортогональное разложение такера это я вот некую вольность допускаю называя произвольное разложение такого вида разложением такера ну термин какой-то нужен вот а интересуют обычно интересовали людей конечно ортогональное разложение такера вот такие в которых в матрицах у столбцы так а здесь что индекс и остался это конечно неправильно ну ладно конечно вот тоже через чур так обозначать ортогональное разложение непременно существует мы это же и доказали правда хотя бы с помощью сингулярного разложения мы всегда можем столбцы матрицу с домиком иметь ортонормированные но вот если мы действительно использовали сингулярное разложение то есть мы же можем сразу же для каждой матрицы окатой рассматривать приближение не для одной из них как в начале лекции вот эта идея прозвучала для какой-то ассоциирования а вот для каждой из этих модовых матриц сингулярное разложение а приближение можем строить отбрасывая часть младших сингулярных членов часть членов этого разложения что можно сказать о погрешности этого приближения оказывается это можно сделать совершенно точно понятно как совершенно точно понятно как ну вот давайте опять отуз матрицам квадратным матрицам с ортонармированными столбцами здесь у нас ус волной имеет ортонармированную систему столбцов и достраиваем мы естественно до ортонармированного базиса получаем монетарные матрицы у вот легко заметить что норма исходного тензора вот это можно посчитать это утверждение опять же приглашаю вас его доказать но это легко норма тензора совпадает с нормой ядра такера если вот эти матрицы у 1 у Д унитарные если они унитарные но мы с вами связь Ж и Ж с домиком имеем такое что Ж с домиком есть подтензор Ж а все остальные элементы Ж равны нулю значит норма Ж с домиком равна норме Ж равна норме А теперь если мы тензор Ж приближаем то есть ядро такера приближаем каким-то тензором да то сразу же погрешность вот этого приближения норма погрешности совпадает с нормой соответствующего приближения для исходного тензора А вот ну ну и следующая вещь вот какая давайте давайте для тензора Ж рассмотрим его модовые матрицы утверждения если тензоры свойства вот матрица Ж К если вы ее строчки посмотрите то сумма квадратов элементов каждой строчки равна квадрату сингулярного числа матрица К или другими словами длинный строчек длинный строчек матрица Ж К совпадает с сингулярными числами матрицы К К можно их упорядочить всегда так чтобы сначала была самая длинная строчка потом следующая и так далее возникает рецепт для построения приближения вот у нас ядро ортогонального разложения таки РЖ ну уже с домиком на самом деле в Ж там Ж с домиком является лишь под тензором фактически уже Ж с домиком смотрим на Ж с домиком смотрим на модовой матрице конечно же модовой матрице ну здесь ну что отбросим строчки длины которых меньше заданного эпсилом вот оставь и так для каждой моды сделан то есть мы от Ж с домиком перейдем к тензору меньшего размера таким образом но погрешность легко оценивается она не превышает ну если мы все норму в квадрате рассмотрим то надо посмотреть сумму квадратов всех отброшенных элементов в каждой матрице окаты а это не будет превышать ну что же сумму квадратов сингулярных чисел в матрицах окаты возникает теорема погрешности где-то я ее напишу вот это очень хороший результат собственно это главный результат связанный с ортогональными разложениями такера то есть если вы в каждой матрице модовой для ядра отбрасываете отбрасываете строчки по длине меньше чем эпсилон то погрешность вот мы переходим к погрешности а с волной погрешность мы можем оценить погрешность значит это есть сумма ну давайте я напишу по k от единицы до d естественно для каждой модовой матрицы а здесь будет сумма ну какой давайте l использую номер сигма l от аката в квадрате ну надо взять так сигма l меньше эпсилон меньше эпсилон ну потому что мы отбрасываем все что больше эпсилон заставили меньше эпсилон отбросили ну а тогда это легко посчитать легко посчитать да значит значит можно оценить некой функции от эпсилон некой функции от эпсилон правда же ну умножить там на что-то вот это есть оценка оценка погрешности вполне вполне интересная вполне интересная вполне интересная ну вот разложение такера замечательное тензорное разложение а замечательно оно тем что в нем все сводится к матрицам это разложение для тензора который получается с помощью матричных разложений сначала возникают модовые матрицы для модовых матриц матричные разложения выписываются а затем а затем извлекаются из всего этого вот эти самые факторы матрицы U для разложения такера и ядро такера и кроме того если мы для построения вот этих факторов использовали сингулярные разложения то ядро такера обладает очень интересным свойством и мы можем его приближать получая таким образом разложение такера уже приближенное но с модовыми рангами этого разложения уже меньшими и может быть и вполне достаточно малыми для того чтобы с этим можно было как-то эффективно иметь дело и мы можем надеяться что вот таким образом мы наиболее значимую информацию в демерном тензоре можем извлекать это есть конечно некий аналог некий аналог сингулярного разложения матриц для ортогональное разложение такера действительно вот можно рассматривать как аналог ну вот не вполне полный аналог конечно но с точки зрения извлечения информации действительно аналогия есть и по использованию эта аналогия действительно просматривается в статистике в методах статистических применяемых для анализа данных для отбрасывания того что шумом хочется считать разложения такера довольно давно используется вот такер это математика известная работа в области статистики совсем не тот такер вот который известен из теоремы Куна такера это совсем другой человек вот разложение действительно очень такое распространенное ну вот это приятная теорема которую мы получили но я хочу ложку дегтя закончить все-таки сегодня ложкой дегтя часто говорят используют такие слова проклятие размерности я скажу о чем это вот тензор демерный тензор демерная матрица то с чем мы имели дело сегодня ну вот если d равняется скажем 83 и возьмем вот так вот 10 на 10 на 10 такой размер тензора да то всего элементов вот столько правда в исходном тензоре вот это число так утверждают астрофизики по порядку равно числу или оценивают сверху число атомов во вселенной то есть если у вас 83 координатных оси и по каждой оси 10 отсчетов то общее число значений астрономически велико и просто с таким числом немыслимо иметь дело ну скажем если матрицу нередко мы просто списком элементов задаем то вот такого размера тензор списком элементов задавать нельзя и не будет можно никогда значит если такие тензоры по каким-то причинам рассматриваются скажем так в практических задачах то это означает что эти тензоры имеют очень специальную структуру или приближаются тензорами очень специальной структуры ну вот у нас появился метод приближения разложения такера да но заметим что в разложении такера ранги такера могут быть и маленькими но даже если они маленькие то присутствует ядро такера которое по-прежнему является демерным тензором то есть если ранги не больше 10 хорошо но если осей 83 вот ядро такера астрономически велико по-прежнему то есть можно говорить что это проклятие размерности так одно из проявлений проклятие размерности оно не исчезает если мы используем разложение такера вот было еще одно разложение когда мы определили тензорный ранг там вообще говоря если тензорный ранг мал если разложение получено то проклятие размерности там нету конечно там другая проблема что не так легко получать это разложение в отличие от разложения не так все сводится к матричным операциям а как это проклятие размерности все-таки преодолевать какие структуры в тензорах следует для этого использовать вопрос очень интересный но ответы на этот вопрос в настоящий момент имеются но на сегодня все